красавчик блин она меня прям больно уколола давай заспоримся с тобой короче давай будем ловить рыбу вместе сейчас и кто поймает меньше тот прыгает воду но мы обязаны поймать я хочу победить понимаете да для чего ты это все снимаешь пришло время рассказать да но если серьезно то сейчас почти каждый медийный персонаж есть на youtube либо ведет свой собственный канал либо принимает участие в различных передачах моя аудитория меня просила создать канал на youtube но если честно я совершенно не понимала что же я буду туда выкладывать какой контент я буду туда загружать что мне снимать разговаривать на разные интимные темы это конечно здорово и под стать моей аудитории но это слишком банально и для меня не очень интересно на данном этапе поэтому я решила опросить свою аудиторию в instagram и мнение подписчиков разделились на несколько лагерей лидерами голосования стали авто темы рыбалка и лайфстайл влоги поскольку я не специалист в автомобильных делах то снимать на эту тему наверное было бы не совсем правильно хотя безусловно мне это интересно и люблю хорошие автомобили и есть всем нам знакомый автоблогер который мог бы мне помочь в будущем сделать какой-нибудь интересный влог про автомобили лайфстайл это тоже конечно все здорово это будет на моем канале но хотелось чего-то начать интересного многие знают что я увлекаюсь рыбалкой и поэтому я подумала а почему бы и нет почему бы не записать влог с рыбалки рассказать о своем хобби чем я увлекаюсь потому что сейчас летом я очень часто провожу время на воде и собственно выбрала эту тему для того чтобы начать вести свой youtube канал безусловно мой youtube канал будет заточен на лайфстайл на развлечения путешествия рыбалку и так далее но сейчас в условиях пандемии я не так часто куда-то езжу и развлекаюсь в основном я работаю и провожу время на воде поэтому погрузимся с вами в мир рыбной ловли пока что а дальше вас будет ждать много интересного контента погнали а выпуски на YouTube? Начнем с того, что мне очень многие пишут, и я замечаю эти комментарии относительно того, что я разрываю шаблоны, рву стереотипы и так далее. Если вы когда-либо смотрели интервью со мной и читали их, то, наверное, разрыв шаблонов относительно adult-индустрии и того, кем являются девочки, девушки, работающие в этой сфере, это одна из моих задач, потому что у всех есть свои интересы, увлечения, многие далеко не глупые, и с ними есть о чем поговорить, у них есть интересные хобби. Собственно, как у меня, одно из хобби – это рыбалка. Плюс я не считаю себя лохом в джиговой ловле, и на самом деле, когда я знакомлюсь с новыми людьми и рассказываю о своих увлечениях и о рыбалке, то многие, включая мужчин, даже не знают, что такое джиг, поэтому, мне кажется, мне есть о чем рассказать. Естественно, я не ставлю себя в один ряд с Петром Денисовым, Антоном Фишерманом, и уж тем более мне еще далеко до Андрея Петерцова, но как бы задача моих влогов на YouTube не в том, чтобы научить людей каким-то тонкостям спиннинговой ловли, а в том, чтобы просто показать мое увлечение и отдохнуть вместе со мной, посмотря мой влог. Может быть, когда-нибудь в будущем, когда на моей полке в кабинете появятся награды не только с моей профессиональной деятельности, а также награды с ProZender Cup и других топовых чемпионатов, тогда я подумаю о том, чтобы создать коуч в стиле Антона Фишермана. Но это, естественно, еще далеко, и непонятно, что будет дальше, как повернется моя жизнь. В любом случае, сейчас я кайфую, я хожу на рыбалку и хочу, чтобы вы вместе со мной наслаждались тем, что я для вас снимаю, если это можно так назвать. Как-то так. Мы вышли из яхт-клуба. Пока, на самом деле, погода радует, очень жарко. Я бы даже так сказала, где-то 27-28 градусов, но самое печальное то, что через пару часов обещают 90% сильный-сильный дождь. Я надеюсь, у нас обойдет стороной, но это Питер, детка, поэтому, возможно, все. Не удивлюсь, если еще пойдет град, когда мы будем на Финском заливе. В общем, не знаю, как сегодня будет с рыбой. Посмотрим, что у нас получится, поймаю ли я сегодня ее или нет, потому что очень жарко, и вот это вот состояние погоды перед грозой. Около меня летает шмель. Он меня хочет сожрать. Господи, ты сладкий вылетел. Да все, малыши, голый маленький. Ну, чего ты такой сладкий, я не хочу тебя брать голыми руками. Тихо, 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 ты сейчас себе пасть порвешь. Чего ты начинаешь? Успокойся. Как-то совсем мелко. Ну, хоть что-то уже. Ой, перехрест. Погодите-ка, хорошенький. Тихо. Привет. Красавчик. Я тебя спасу. Ничего себе, ты ее сломал. Сейчас мы с тобой селфи сделаем, я тебя отпущу. Он просто сожрал приманку. А, нет, не сожрал, нормально еще. Я стою на Финском заливе, кидаю в небольшую ямку. Здесь есть по эхолоту рыба. Я уже поймала двух. Одного совсем малыша. От другого до килограмм, наверное, где-то 500-600 грамм судачка. Но вроде поклевки есть. Погода на самом деле шикарная, потому что штиль, вообще полностью спокойная вода. Очень душно, поэтому есть ощущение, что это затишье перед бурей, скоро начнется гроза. Но, как я уже сказала, я надеюсь, что она нас обойдет стороной. Настроение замечательное. Рыба клюет, поэтому рыбалка обещает быть интересной и энергетически хорошей. Пока я с вами разговаривала, мне сожрали приманку, я даже не почувствовала. Буду заменять. Сейчас я поставила новую приманку Slug, цветомоторного масла с красными блестками. Поэтому я думаю, что она должна отработать, потому что первая такая приманка отработала. Если честно, я очень сильно хочу искупаться, но я пока берегу свою одежду, потому что она у меня всего лишь одна. Если пойдет дождь, в принципе, я тоже таким образом смогу освежиться. Сегодня, как видите, я одна на лодке. У меня такое путешествие индивидуального предпринимателя в одиночку. Тихо, не бейся. Пожалуйста. Ну чего же ты такой дерзкий-то, господи. Красивый такой. У тебя такие плавники оранжевые. У него действительно красивые плавнички. Все, не рыпайся. Извини, пожалуйста, но мне нужно с тобой сфотографироваться. И ты поедешь, поплывешь дальше. Блин, она меня прям больно уколола. Она меня уколола плавником, она распушила ее через перчатку, и поэтому ее отпустила. Поехали. 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 Прошел просто огромный ливень, поэтому мне пришлось переодеться, одеть резиновые сапоги, потому что вся лодка мокрая. Нам, к сожалению, не удалось это заснять, потому что… Это Слава?! Да ладно?! Привет! Сколько лет, сколько зим? Что тут делаешь в наших краях? Привет-привет! Ты чего тут делаешь-то? Я? Что я могу тут делать? Глупый вопрос на самом деле. Пытаешься рыбу ловить. Я тоже пытаюсь рыбу ловить. Клюет? Ну, слушай, да, клюет. Я поймала трех. Ну, такие ни о чемные. Как дела? Да, нормально. Ты на новой лодке? Мокро только, дождь. Ну, дождь, да. Я тоже попала под ливень. Вот я теперь переоделась в резиновые сапоги. Ты долго тут еще будешь ловить? Не знаю, долго, наверное. У меня есть предложение. Предложение? Да. Ого, слушаю. Давай заспоримся с тобой. Заспоримся? Да. Уже страшно. Короче, давай будем ловить рыбу вместе сейчас. Ну, не вместе, но по отдельности. И кто поймает меньше, тот прыгает в воду и купается. Так, подожди. У меня есть три часа как раз до того, как мне нужно ехать по делам. И мне кажется, это будет отличная история. А это? Ловим на самую крупную? На количество? На количество. На количество. А сколько друг от друга отъезжать можем? Не, ну мы никак впали. Не надо 50 метров. Только рядом становимся, да? Да, рядом, рядом. Давай. Я все это документирую. Любая рыба считается. Кушки, все, да? Давай все считать. Любую, любого размера. Любую. Короче, сейчас будет весело. На самом деле, это жестко, потому что я не очень не хочу плавать, потому что прошел дождь. И уже как бы не так жарко, как было в начале сегодняшнего дня. Но Слава согласился, поэтому уговор есть уговор. Так что мы начинаем. Ты мотор выключи, а то сейчас меня всю рыбу распугаешь. Да как ты стоишь прямо на рыбе. Я прямо на рыбе. Надо вот тут стоять. Надо немножечко отплыть. Давайте отплывем. Сейчас я уже докручу. Теперь появляется азарт. Полина, это моя рыба. Не кидай ко мне. Ну, погоди, у нас нет условий, куда можно, куда нельзя. Подожди, а не обговорили следующий момент. А если мы ничего не поймаем, что делаем? Об этом я не подумала. На камень, ножницы, бумага, да? Ну, как вариант. Ну, а если мы за три часа ничего не поймаем? Ну, надо купаться кому-то. Ну, давай на камень, либо вместе. Но мы обязаны поймать. Но я хочу победить. Вы же понимаете, да? Проблема в том, что если вдруг случится так, что я проиграю, у меня всего лишь одна одежда, в которой я приехал, придется купаться либо галышом, либо ехать мокрый домой. Он крутит паноптик, он не видит рыбу, а я нет. Вообще, рыбы есть. Что, не клюет, да? Пока нет. У тебя тоже? Так что, погоди, еще все впереди. Если сейчас не будет просто клевать, давай на другую точку. Переставимся. Итак, три часа. Ну, хотя бы маленький окушок. Что-нибудь. Маленький окушок. Давай еще по три заброса и поедем. Давай. Я просто взяла и просрала только что поклевку. Будем мы, Полина, с тобой купаться. Три ноль. Три ноль. Ну, пипец. Я пока тут петличку перевешиваю. Ну, ладно, я потом поддаваться начну, не переживай. Попробуй же. Трех. Мне кажется, рыточь идет в нашу сторону. И нас скоро опять накроет семи дождей. Полин! Счет записывай. Но он не оставляет мне шансов, блин. Полин, счет записывай. Красивый? Красивый. Полин, пока я приманку менял, у тебя был шанс. Ух ты! Ух ты! Ой-ой-ой-ой-ой! Оборвись, а не запутай! Он уводит. О! Красавчик, посмотрел. Не все так плохо, скажу я вам, друзья мои. Ты видел? Молодец, согласен. Сейчас, зайка, я с тобой сфотографируюсь. Тихо! Ну, ты дурак. Ну, скажи меня, пожалуйста. Полин, ты счет помнишь? Кто надевается над мной? Окуни-кабаны! 5-1, да? Сейчас будет еще. Давай-давай! Тяжела и неказиста. Жизнь рыболова-спеннингиста. Спеннингиста. Так, давай попробуем сюда. А ты вот сюда, вот так вдоль лодки кинь прям. А я сейчас так и собиралась делать. И тут мне под лодкой много окушков толстеньких. Ты камень не убей. Полин! Вот так и растут чемпионы. Пока он там что-то говорит, малышки уже попадаются ко мне на крючки. Я не хочу его тоже трогать. Надо вообще одеть перчатку, но в самом деле, чтобы не ходить этим не страдать. Пол маленького голыми руками обидно. Окунечек сладкий. Иди, Зайд. Отдыхай. Ко мне больше не бросать. Я, между прочим, поймала не у тебя, я поймала у себя. Да ладно, ладно, я шучу. Просто у меня приманку съели, я пока одену. Это долго так, блин. Пока надеваю приманку. Могу проиграть. Так, мне стало жарко, поэтому я решила немножечко... Полин, ты что, купанию готовишься или что? Нет, я хочу немножечко освободить себя от оков. И, собственно, мне кажется, так мне будет проще. Я буду свободной и смогу поймать достаточное количество рыбы, чтобы победить славу. Мы просто стоим рядом с фарватером, и здесь... Ходят стрелы. Поэтому она сочет сильно раскачивает. А, я хотела поменять груз. У меня стоит груз очень тяжелый. Там окунь килограммовый. Ну, реально, ну, может, не килограммовый, но около килограммового. Я за тебя, конечно, рад, мне это не от всего сердца. Смотри, Полин. Огонь. Арбуз. А, ну да, наверное, около килограмма. Ты упомянула ПАЛ. Ты бы хотела туда попасть, я видел несколько комментов, что тебя ждут на ПАЛе. Безусловно, ПАЛ – это очень крутой проект, но я трезво оцениваю свои возможности, так скажем, и прекрасно понимаю, что у меня недостаточный уровень подготовки для того, чтобы ехать на этот турнир. Плюс все спортсмены, которые ездят на этот турнир, они живут рыбалкой, они полностью погружены в рыболовное дело, так скажем, и посвящают этому все свое свободное время. Я же не готова пока сейчас погрузиться настолько в рыбалку, чтобы посвятить себя ей полностью. Как я уже сказала, я не знаю, как будет дальше, как повернется моя жизнь, но мне было бы, безусловно, интересно поучаствовать. Но нет смысла ехать туда просто так, нужно ехать туда за победой, естественно. Как я уже сказала, да, уровень моей подготовки пока не настолько профессиональный, чтобы ехать и соревноваться с такими крутыми ребятами, которые принимают в этом участие. Безусловно, все, кто принимает там участие, большие молодцы, я со многими общаюсь, у многих ребят учусь чему-то, сдаю им вопросы, спрашиваю, самое классное, что они мне всегда помогают и отвечают. В целом, если вы не знаете, что такое ПАЛ, вы можете загуглить, у них есть свой YouTube-канал. Это самый крупный, масштабный чемпионат, турнир по рыбной ловле с лодок. Вот. И сейчас, простите, просто у меня клюет периодически. И не без их заслуги, так скажем, сейчас стал популярен такой стиль в рыбалке, как catchless care, то есть поймал-отпустил. И это очень здорово, то, что ребята занимаются спортом и при этом не вредят, так скажем, природе и рыбе. В целом, как-то вот так. Ну так нечестно, у меня вообще не хочет клевать. На ПАЛе тоже не всегда клюет. Возьми вот так, переедь за меня, вот туда вот, чуть-чуть дальше встань. Честно, я очень сильно хочу есть. Полина, М2, скоро ты так будешь прыгать. Ты видел, с каким лицом победителя я вытаскивала? Да. Короче, я проиграла этот спор. Я сама заварила эту кашу, я ее не смогла расхлебать. Слава поймал 7 рыб, я поймала всего 2. Зато самую крупную. Но зато самую крупную, да. Ну ладно, я поймала вообще-то 5, до того, как мы с тобой встретились, я поймала еще 3, но это не считается, поэтому в любом случае, даже если бы у меня было бы 5, я проиграла этот спор. Я должна плавать, я должна прыгать в Финский залив, только мы столкнулись с такой проблемой, что вот там вот сейчас, на горизонте сверкают молнии, гремит гром. Нам нужно побыстрее отсюда сваливать, потому что мы находимся посередине Финского залива, и если мы не успеем доплыть до яхт-клуба, то нам всем каюк. Но мы со Славой договорились, что в следующий раз, во следующем влоге я обязательно прыгну… Искупаешь я дома в ванне? Я против. Нет, я реально, я правда прыгну в Финский залив, но только в следующий раз, потому что мы из-за погодных условий… о, слышите? Гремит. Мы из-за погодных условий сейчас, к сожалению, не можем сделать это, нам, как я уже сказала, нужно ехать. Так что ждите, как я прыгну с криками «Слава, ты победил!» Финский залив, и я обязательно выполню и сдержу свое обещание. Давай, спасибо тебе огромное, ты красавчик, я вообще обожаю, как ты ловишь рыбу. Вот. В общем, мы поехали домой, я всех целую и обнимаю. Пока!